книга открытым оком восьмой том тема монашество вопрос 2001 кто или что гналу людей далеко не глупых верующих в бога в леса в горы в топь в ущелье чего они хотели этим добиться ответ игнатий тихонович лапкина они жаждали спасения и думали добиться этого не путем указанным христом а самоизмышленным через свои страдания через аскетизм а вера открывает небо без всего того что люди делали во вред себе нужно было следовать за христом путь тем путем каким шли апостолы его евангелие от иоанна 14 глава 6 стих иисус сказал ему я есть им путь и истина и жизнь никто не приходит к отцу как только через меня первое послание коринфянам 1 глава 30 стих от него и вы во христе иисусе который сделался для нас премудростью от бога праведностью и освящением и искуплением галатам послание 3 глава 6 стих так авраам поверил богу и это вменилась ему в праведность послание филиппийцам 3 глава 9 стих и найтись в нем не со своей праведностью которая от закона но стою которой через веру во христа с праведностью от бога по вере сильвестр обнорский 25 апреля кавычки открываются с благословения знаменитого радонежского подвижника сильвестр жаждавший уединения отправился на дальний северо-восток и остановился на берегах реки обноры тогда здесь были дремучие леса и поблизости никакого жилья не было устроивший себе убогую тесную келью преподобный сильвестр стал подвязаться в полнейшем уединении перенося всякие нужды но предавшись неустанной молитве и бдению долго никто не знал что в глухом лесу подвязается отшельник но раз один из жителей того края сбился с дороги и в глухом лесу неожиданно наткнулся на келью пустынника к изумленному путнику вышел отшельник одетый в рубище смущенный появлением человека в таком пустынном месте где никого до того времени он не видал да и не хотел видеть путник сказал преподобному о себе кто он и как попал сюда при этом он сообщил что над местом где живет отшельник он издали нередко видал то светлые лучи то облачный столб преподобный прослезился от скорби что место его уединения стало известным путнику просил отшельника сказать как его зовут и как он тут живет сильвестр рассказал что он живет тут уже немалое время питается древесной корой и кореньями сначала без хлеба он обессиливал от голода и от изнеможения падал на землю но потом раз явился ему некий чудный муж прикоснулся к нему свою рукою и с тех пор он уже не испытывает бедственного состояния случайно открывший пустынника путник вскоре вернулся к нему нарочно дал хлеба и муки на запас как в лесной трещоте возникла деятельная жизнь представлявшая собой соединение труда и бдения поста и молитвы телесных скорбей и духовных радостей основанный преподобным сильвестром монастырь не прекратил своего существования со смертью создателя более 400 лет текла здесь монастырская жизнь одни иноки сменяли других служа просвещению из сего глухого края кавычки закрыты дионисий глушицкий 1 июня впоследствии он оставил это место и в сопровождении инока по имени пахомий стал обходить многие места расположенные в окрестностях названного озера ища такого где бы в уединении он мог отдаться служению богу после сего преподобный дионисий тайна от братьев ушел из монастыря и пришел в пустынное место находившееся в четырех поприщах к югу от большой лавры на берегу той же реки глушицы и называвшийся сосновцем кавычки закрыты серафим саровский 2 января кавычки открываются если же вне своей пустынной кельи старец неожиданно встречал кого-либо в лесу то обыкновенно не ступая в беседу со смирением кланялся ему и уходил прочь ибо от молчания как говорил он впоследствии своих наставлениях никто никогда не раскаивался но вообще серафим тяготился посетителями нарушавшим его безмолвие особенно было для него тяжело когда приходили к нему женщины но уклоняться от наставлений им он не мог считая это делом не угодным богу тогда святой старец на том случайном основании что женскому полу возбранен вход на святую гору афонскую решился распространить это запрещение и на свой холм названы им тем же именем придя однажды в монастырь во время совершения божественной литургии серафим просил на то благословение у строителя саросского старца исаи который после некоторого недоумения благословил его на то иконой богоматери именуемые блаженное чрево вместе с тем старец серафим обратился с горячей мольбою к богу и при святой богородице дабы желание его исполнилось и женщина был бы возбранен вход на его пустынный холм так чтобы это не было камнем притыкания и соблазна как некоторым из братьей так еще более эмилианам в удостоверение изволения божия на сие прошение он просил знамение в виде преклонения ветвей дерева мимо которого он проходил возвращаясь с праздника рождества христова из сарова в свою пустынную келью и вот когда он на 26 декабря ночью пошел в саров к божественной литургии то дошедший до места где грунт земли круто спускается вниз увидел что с обеих сторон тропинки огромные сущи с вековых сосновых деревьев завалили дорожку и преградили проходки его кельи тогда как с вечера ничего подобного не было тогда святой старец в чувстве живейшей благодарности богу пал на колени уразумев из происшедшего что желание его угодно господу и сам он поспешил завалить колодами тропинку к себе и не только женщинам но и вообще посторонним лицам с этих пор вход к нему был совершенно закрыт кавычки закрыты зенон 30 января кавычки открываются святой зенон отверг богатство и почетное звание и поселился в одну гробницу находившуюся в горе близ антиохии и здесь жил в уединении очищая душу у святого отшельника не было никакого имущества кроме ветхого рубище которое он одевался пищу получал святой зенон от одного из знакомых который доставлял ему один небольшой хлебец на два дня а воду он носил себе сам издалека являясь примером глубочайшего смирения преподобный зенон в исполнении иноческих подвигов достиг высокого совершенства сорок лет провел он в постничестве приходя каждый воскресный день святой храм где слушал божественное слово преклонял слух свой к поучением проповедников и приобщался святых христовых тайн после того преподобный возвращался свое убежище не имевший ни замка не сторожа потому что оно не доступно было для злодеев и совершенно безопасно кавычки закрыты македоний 24 января кавычки открываются преподобный македоний местом и поприщем своих подвигов избрал вершины гор не останавливаясь где-либо на долгое время но постоянно переходя с одного места на другое в пределах финикии сирии и килики чтобы избегнуть там разговоров с посетителями 45 лет блаженный прожил таким образом не имея ни хижины ни палатки но проживая в глубокой пещере когда преподобный македоний составился то попросил посетивших его богомольцев построить ему малую келью в которой и жил 25 лет не выходя ни к братьям поселившимся около него не к посторонним всего святой македоний подвязался 70 лет кавычки закрыты павел комельский 10 января кавычки открываются после того святой павел и спросил у преподобного сергия благословение удалиться в пустыню и жить там в полном уединении переходя с одного места на другое потом блаженный подвижник отправился на белое озеро к преподобному кириллу в основанную им обитель успения пресвятой богородицы у преподобного кирилла святой же святой павел жил некоторое время в уединенной кельи и затем снова удалился в пустыню на реку адрол троеточие и поселился в отшельнической кельи но изгнан был оттуда игуменом пустыни и перешел в городец на волге где и пребывал в феодоровском монастыре затем уединенно придался придавался иноческим подвигом в разных пустынных местах пока не пришел в комельский лес здесь на берегу речи речки грязовицы преподобный поселился в дупле большого липового дерева три года прожил святой пустынник в этом дупле день и ночь проводя в молитве и посте со слезами работая богу троеточие благословляя святого павла на пустынно жительство преподобный сергий вручил ему животворящий крест кавычки закрыты синклетики 5 января кавычки открыты когда она достигла девического возраста то многие благородные и богатые юноши очарованные необычайную красоту ее лица и всеми признанным ее добронравием искали вступить с нею в брак но она не хотела выходить замуж еще с юности пламеней любовью к небесному жениху христу богу вот почему она заботилась не о внешнем украшении себя а внутренним очищая душу свою постом целомудрием и чистотой ума дабы явиться угодную очам христовым устремив к богу весь свой ум она одержала победу над невидимым врагом дьяволом возбуждающим людей к грехам по смерти своих родителей она раздала все имение свое нищим и убогим а сама отреклась от мира дошедший ради бога до крайнего обнищания взяла с собой сестру лишенную зрения и поселилась в могильном памятнике своего родственника иноческий сан она считала столь великим что не знала как возблагодарить за него бога ущедрившего ее кавычки закрыты феодосий антиохийский одиннадцатая января кавычки открываются родители его были люди благочестивые и он от них получил доброе наставление в законе господнем внимая высочайшей заповеди спасителя нашего блаженный феодосий оставил родной дом сродников богатство и прочие блага житейские удалился в лесистую местность на берегу моря и здесь построил себе малую келью которой и поселился здесь преподобный проводил свое высокое иноческое житие облегшись во власеницу и возложив тяжелые велиги одни на шее другие на чреслах и третьи на обеих руках все свое время святой феодосий употреблял на молитву и труды порабощайте им плотские желания гордость и прочие человеческие страсти волосы на главе его отросли до того что покрывали ноги кавычки закрыты савин 12 мая кавычки открываются в то время вместе с этим мужем пришел к епифанию и савин и отрекшись от мира остался с епифанием и принял иночество после сего он ушел с епифанием в пустыню и пробыл там вместе с ним пять лет когда святой епифаний был епископом на острове кипре то пожелал рукоположить савина в сан пресвитера но он не соглашался на это тогда преподобный ввел его в церковь и сказал ему стань здесь и стой неподвижно он стал причем ноги его были как бы пригвожденными к земле и святой епифаний рукоположил его в пресвитера после смерти епифания савин стал преемником его заняв епископскую кафедру в том же городе констанции где был епископом и епифаний кавычки закрыты саввати соловецкий 27 сентября кавычки открываются саввати был любим и почитаем всеми являясь образ образом образцом добродетельной и трудолюбивой жизни для прочих братьев монастыря так что имя его постоянно прославлялась иноками непрестанно помышлял об удалении из кириллова монастыря и о нахождении иного места для своих монашеских подвигов где можно было бы проживать в безвестности и уединение от людей троеточие день и ночь благоугождая богу троеточие тяготясь почитанием и похвалами братья и вновь помышлять об от искании безмолвного и уединенного места для своих подвигов троеточие преподобный радовался духом и объят был горячим желанием поселиться на соловецком острове для подвигов безмолвия троеточие тайна ночью ушел из монастыря никем не замеченный троеточие соловецкий остров далеко отстоит от берега путь к нему всегда затруднителен и неудобен плаватели же достигают до острова лишь через двое суток плавания и при том при тихой погоде расспросив наиболее подробно об острове преподобный саввати пришел к мысли что это удобнейшее место для подвигов безмолвия и иноческого уединения троеточие соловки длиной от севера к югу около 25 а шириной до 16 верст кавычки закрыты и раним стридонский 15 июня кавычки открываются тягости дальней дороги соединенные с эскетическими подвигами подорвали силы благочестивых паломников когда они достигли антиохии где нашли радушный приют его у евагрия то и раним заболел а и на кентик великой скорби блаженного отца даже умер умер и ила печаль усилила болезни и ранима продолжавшиеся довольно долгое время по всей вероятности до весны 374 года не оставлял он и намерение удалиться в пустыню куда особенно влекло его по смерти близких лиц тем более что или илеадор и никей не хотели уже продолжать путешествие кавычки закрыты ануфри великий 12 июня кавычки открываются когда день начал уже склоняться к вечеру я увидел стадо буйволов шедших по направлению ко мне увидел также и раба божия шедшего среди животных то был тимофей пустынник когда стадо приблизилась ко мне то я увидел мужа без одежды прикрывавшего ноготу тела своего лишь одними волосами подойдя к тому месту на котором я стоял и посмотрев на меня человек тот принял меня за духа и привидение и стал на молитву ибо многие нечистые духи искушали его привидениями на месте том как он сам рассказал мне потом об этом я же сказал ему чего ты устрашился раба иисуса христа бога нашего посмотри на меня и на следы от ног моих и знай что я такой же человек как и ты удостоверься осязанием что я плоти кровь посмотрев на меня и убедившись что я действительно человек он утешился и возблагодарив бога сказал аминь кавычки закрыты варлаам печерский девятнадцатая ноября кавычки открыты антони печерский поставил варлаама игуменом вместо себя а сам привыкнув жить один и не перенося людской суеты и разговоров переселился на другой холм что под новым монастырем и там выкопал пещеру в которой и жил кавычки закрыты иоанн рыльский девятнадцатая октября кавычки открывается зайдя на одну высокую и пустынную гору он стал проводить там подвижническую жизнь питаясь одними дикими растениями через несколько времени по дьявольскому наущению на иоанна напали ночью разбойники и избивший изгнали его оттуда тогда иоанн ушел с той горы в рыльскую пустыню где прожил строго продолжал строгую подвижническую жизнь там он поселился в большом дупле дерево проводя время в посте и слезах и совершая непрестанные молитвы пред богом в пустыне он прожил 60 лет питался он там только растениями никогда не видел человеческого лица и был окружен одними дикими зверями за такое терпение иоанна бог повелел на том месте вырасти гороху и этим горохом блаженный питался многие годы кавычки закрыты илларион великий 21 октября кавычки открываются по божию повелению собрались бесноватые со всей страны числом до двухсот мужчины и женщины пришли к святому и по его молитвам все освободились от беснования пробов здесь два года преподобный решил удалиться отсюда ища пустынного места где бы ему можно было в безмолвии окончить свою жизнь отойдя верст на два на двенадцать от моря он нашел уединенное дикое место среди высоких гор вокруг него росло много плодовых деревьев плода которых он однако ни разу не вкусил годная для питья вода стекала с горы тут же был цветущий сад и заброшенный идольский храм в котором жило множество бесов это место понравилось святому по своей чрезвычайной пустынности и он прожил там пять лет кавычки закрыты иулиан 18 октября кавычки открываются в юности своей он не получил внешнего образования но приобрел истинное познание христовой веры не на словах только но на деле достигнув совершеннолетнего возраста или иулиан удалился из мира и поселился в одной пещере находившийся в парфянской пустыне кавычки закрыты марон 14 февраля кавычки открываются преподобный марон избрал себе подвиги беспокровного жития с этой целью он зашел на вершину одной горы которая чтилась когда-то некоторыми из язычников нашел там оставленный уже языческий храм и посвятив его богу стал жить в нем впоследствии он соорудил для себя небольшой шалаш но мало пользовался им троеточие в течение своей жизни он основал множество обители и подвигами поста многих иноков сделал угодными богу троеточие перенесший множество различных недугов преподобный после кратковременной болезни оставил эту жизнь и с миром отошел к господу кавычки закрыты давид пророк и дивный псалмопевец о чем стихи псалмы у этого царя кто цензор музыкальных этих песен о чем они и ныне говорят о том как недруги его подстерегали кругом предательство измена и убийство а он один с воздетыми руками в псалтирь вплетает новые страницы не знаем мы что пели там тогда о чем писали в прессе журналисты прошли тысячелетия не звука не следа от тех времен не буковки все чисто и лишь давид гроза не покорил им перебирает струны и псалмы нередко пути его ввел влево криво путь уголовника из тамошной тюрьмы казнил врагов садиски беспощадно в дому его бедлам и яралаш примером от обратного смотри как жить не надо над домом он не воин и не страж но несмотря на все его падения бог иегова все простил ему за верность господу пророчество видение до смерти собирал псалм к псалму бог мой скала мне пастуху он пастырь как воину он вождь и предводитель зажатому в ущелье избавитель пасха страх дарует к нему к нему придите изнемогающему сила и оплот утешитель скорбящему в печали садом сгорит но скользает лот смиренным знание небесное ночами иных богов не знать и не просить начальников безбожных презирая и не напрасно меч правителям носить с утра всех беззаконных истребляя игнатий лапкин 30 июля 2003 год